В рамках нашего официального визита в Нижнем Новгороде вместе с Каспионом-Примаром помимо многочисленных вопросов, которые мы обсудили, и долгоиграющих планов, продуктивных планов, мы уже договорились в следующем году, уже там в Нижнем Новгороде есть профильный колледж, наберут уже ребят на специализацию ЖКХ, то есть после 10 классов мы уже обозначим определенную историю, количество желающих, которые захотят поехать на учебу туда, кстати там у них комбинированное получается дуальное обучение, при каждом профильном профессиональном колледже создан ресурсный центр, то есть они совмещают теорию с практикой, то есть все практические работы они обусловливаются теоретическими знаниями, и когда они после окончания вот этих колледжей, кстати стаб признается в постоянной сертификации в республике Молдово, они уже приезжают готовые специалисты, их не надо учить, потому что я заметил не только по соединению, и по ЖКХ, и по АПО каналу, и по ДРСУ, то есть это все в комплексе, мы уже познакомились с программой обучения, обучение, это покрывает все наши потребности, мы уже посмотрим сколько специалистов требуется в наших муниципальных предприятиях, и по соответствующим специализациям, чтобы уже определиться, как их туда отправлять, и с какого года начать соответствующую учебу. Они сказали в следующем году, они включат эту специализацию, они уже приходят мастерами, уже готовыми специалистами, потому что я заметил, что на наших муниципальных предприятиях надо уже обновлять персонал, не то что других выгонять и других грозить, надо как бы пропорциональным соотношением, наверное все директора со мной согласны, надо все-таки вращивать следующее поколение, которое в принципе заменит места тех, которые пойдут на заслуженный опыт, то есть это, он должен быть нормальным в любом развивающем, не то что городе, в любом государстве. И, конечно же, молодежь не упускать, они же все-таки молодые, перспективные специалисты, если их упустим, то кто нас заменит? Конечно, мы же не вечные, правильно или нет? Так что в этом контексте будем работать, и я бы попросил всех директоров муниципальных предприятий, в частности, зеленение, ЖКК, ТРСУ, АПО-канал, термогаз, чтобы они обозначили перечень специалистов, которые они нуждаются, на перспективу. То есть они должны иметь уже соответствующий план на перспективу, чтобы знать, какие специалисты будут менять, чтобы это был синхронный такой процесс, чтобы не чувствовался дефицит специалистов. Хорошо?